Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Встреча на высшем уровне, многомиллионные соглашения и восточные мотивы в современной интерпретации. Каковы результаты первого в истории форума регионов Белоруссии и Узбекистана? И как прошли дни культуры солнечной страны в Синеокой? Кто носит голубой берет и чем славен День ВДВ? Элитные войска всего постсоветского пространства отметили 89-ю годовщину рождения. Старт продаж дан. Чем уникальна будущая супервысотка в сердце города? И почему застройщики называют ее эксклюзивом? От паровозов до ультрасовременных штадлеров. Как изменилась железная дорога за более чем 150 лет? И где встретят праздник работники стальных магистралей? От сельского хозяйства до высоких технологий Белоруссии и Узбекистан определили новые формы сотрудничества. 1 августа во Дворце независимости Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой Шавкатом Мерзиёевым. Белоруссия и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Это симпатия, основанная на присущих двум народам трудолюбии и стремлении к миру и созиданию. А эта встреча глав государств стала своеобразной перезагрузкой двусторонних отношений, акцент в которых на экономику. В частности, приоритетным направлением должны стать производственная кооперация и совместные предприятия. Стороны ставят перед собой амбициозные цели довести уровень взаимной торговли до полумиллиарда долларов. Потенциал для этого есть. Старт диалогу Минска и Ташкента главы государств дали в прошлом году во время визита в Узбекистан Александра Лукашенко. Та сентябрьская встреча на высшем уровне стала перезагрузкой в отношениях после 20-летней паузы. По итогам двустороннего бизнес-форума заключили более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов. Также была подписана дорожная карта, которая включила более 150 мероприятий, затрагивающие сферы промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, транспорта и образования. Подписанные 19 соглашений вступили в силу и выполняются. Ответ – 2018-му первый визит Шавката Мерсиёева в Минск. Александр Лукашенко и узбекский лидер провели вместе почти целый день. От диалога в узком составе до широких переговоров. Во Дворце независимости подписали целый пакет документов, как подтверждение курса на стратегическое партнерство. Речь идет о кооперации от молочных производств до IT-программ. Вместе с тем на первом форуме регионов Белоруссии и Узбекистана наши страны подписали целый ряд договоров в образовании, сельском хозяйстве, экологии и промышленности. Всего 26 соглашений между областями и более 20 прямых коммерческих контрактов. А это качественное укрепление межгосударственных связей. Соглашения по развитию заключили МТЗ, Гомсельмаш, Минский моторный завод и Бобруйск-Агромаш. Мы согласовали концептуальное решение работы с холдингом УСА на тех холдинг Узбекистана. Будем работать в продвижении техники Бобруйск-Агромаш до 1000 единиц. До конца 2020 года у нас прописано в соглашении. У нас будет большая номенклатура по предоставлению и локализации в Узбекистане нашей техники. Для продвижения ее на территории Узбекистана и, может быть, даже в ближайших стран, таких как Таджикистан или Афганистан. Следующий шаг – определение перечни техники, которая будет востребована на рынке Узбекистана. Номенклатура с акцентом на тёковые пресса, хлопковые прицепы и кормораздатчики. Плюс планируется, что до 2021 года уровень локализации сборочного производства достигнет 50%. Будут определены промышленные предприятия, которые входят в состав холдинга «Узрагротехсанатхолдинг», на которых будет освоено производство узлов и деталей данных машин. Это позволит нам снизить, во-первых, логистические затраты, во-вторых, это уже будет кооперация между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Кроме того, в соответствии с соглашениями, узбекские специалисты будут проходить обучение в Беларуси. На Агромаше, например, 100 человек в год. На этой неделе делегация из солнечной страны успела познакомиться с бобруйским предприятием и оценить технику на специализированной выставке. Гости впечатлялись новым технологиям и возможностью производства машин по заказу под конкретную климатическую зону. Намечается подписание ещё дополнительного соглашения по открытию программы 2 плюс 2, 1 плюс 1. То есть два года наших бакалавров будут обучаться в Узбекистане, а последующие два года будут обучаться здесь у вас. И, конечно же, большая зависимость есть в практике. То есть если наши ребята будут приходить сюда и обучаться здесь, проводить здесь практику, это будет вообще шикарно. Экскурсия по бобруйской грамашу завершилась обменом подарками и планами о дальнейшем сотрудничестве. В целом, что касается Беларуси и Узбекистана, лидеры двух стран уверены, встреча в Минске придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием. Елена Кутузова, Андрей Богдан. Итоги недели. Продолжаем тему двусторонних связей, но уже с культурным акцентом. После форума региона в Беларуси начались дни культуры Узбекистана. Из солнечной страны в Синёкую привезли не просто песни и танцы, но и всю магию своей древней культуры. Она настолько богата и самобытна, что притягивает зрителей со всего мира. Восточные мотивы в современной интерпретации звучали на площадках столицы и Бобруйска, Яла, Мумтос, Наво, ансамбль народного танца «Ташкентские красавицы». Народные и заслуженные артисты Узбекистана больше часа исполняли известные фольклорные и эстрадные композиции. Демонстрировали весь колорит солнечного государства на сцене областного театра. С режиссёром концертной программы Хайдер Али Касымовым нам удалось пообщаться ещё до выступления артистов. Гость рассказал, к репертуару подошёл очень скрупулёзно. На подготовку уникальной для белорусского зрителя программы ушло два месяца. Мужчина переживал за приём местной публики, но, как оказалось, напрасно. Общее прошлое сплотило нации и напомнило о самых трогательных моментах советской истории. «В программе есть у нас молодая певица Ясмина Амармун. Вот она когда успела поговорить со мной, маму, это был для них самый трогательный номер. И она была связана ещё не просто пением, а связана с историей. Это была посвящена событиям Второй мировой войны». Бабручан приятно порадовала Куполинка в исполнении гостей из Узбекистана. Но особый восторг вызвали ташкентские красавицы. Яла Мумто Знаво, народный артист Узбекистана Фарух Закиров, заслуженная артистка Узбекистана Айгиль Надирова. Гости почти полтора часа демонстрировали всё самое лучшее из творческого наследия древнего государства. Гости признались, у Узбекистана и Беларуси много общего. Поэтому, несмотря на тысячи километров, они готовы укреплять дружественные связи на всех уровнях. Культура – лишь одно из звеньев большой цепи неразрывного союза государств. Ведь впечатления о первом визите в Синеоку у узбеков самые приятные. Сказать порядочного и воспитыванного, очень душевные, все гостеприимные, трудолюбивые. И все улыбаются, счастливые, позитивные очень люди. Ангелина Дикун, Максим Галеонко. Итоги недели. Республиканская система мониторинга общественной безопасности повышает качество. А игры белорусской компании «Сейгеймс» вошли в топ-10 самых популярных в мире. Пока в стране налаживают производство лекарств по индийским технологиям, март готовит новые льготы для сельского бизнеса. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. МВД Беларуси установило единые технические требования к программному обеспечению видеоаналитики для республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Новая программа призвана облегчить и одновременно повысить качество работы. Она позволит круглосуточно держать под контролем обстановку в людных местах. Для этого по всей стране установят 500 тысяч видеокамер. Те, что на дорогах, смогут определять автомобильные номера 14 государств и фиксировать различные нарушения ПДД. В перспективе заработает и система распознавания лиц. В Беларуси будут производить лекарства против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям. Предприятие по планам заработает уже в будущем году. На заводе будут применять новые технологические приемы, например, сухого гранулирования и получение многослойных таблеток. Также на предприятии будут выпускать препараты для лечения болезни Альцгеймера и артериальной легочной гипертензии. В Беларуси изменяются подходы к награждению многодетных матерей Орденом Матери. Соответствующий закон подписал глава государства. К высокой награде не будут представляться женщины, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей. Такой подход исключает формальное отношение к поощрению многодетных матерей только в силу факта рождения пятерых детей. Кроме того, законом вводятся требования о наличии у детей женщины, представленной к Ордену Матери белорусского гражданства. Март готовит новые льготы для сельского бизнеса. Проект вынесен на общественное обсуждение. Он продлится на правовом форуме до 8 августа. Указ направлен на стимулирование деловой активности, развитие торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности. В 2017 году президент уже подписывал подобный указ. В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на селе предлагается продлить период предоставления льгот и преференций до конца 2030 года. Согласно действующему указу, они предоставлены до конца 2022-го. Проектом предусматривается и упрощение порядка сдачи в аренду госсобственности и отдельные тарифы на электроэнергию для сельской торговли и общепита. Продукты белорусского разработчика Say Games посчитали одними из самых популярных. Компания оказалась на шестом месте мирового рейтинга, который состоит только из десяти участников. За апрель-июнь приложение Say Games пользователи скачали больше 200 миллионов раз. Первое место занял Facebook, вторым стал Google, третьим в аду. По статистике App Store и Google Play, Say Games занял седьмое место. Отмечу, компанию зарегистрировали в мае прошлого года. Ее штат состоит из 14 сотрудников. Сегодня она резидент парка высоких технологий. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов. Никто, кроме нас. Элитные войска всего постсоветского пространства отметили 89-ю годовщину рождения. День ВДВ берет отчет со 2 августа 1930-го, когда 12 военных совершили первый экспериментальный прыжок советского бомбардировщика. Крылатая пехота и голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников. Но во все времена и при любых обстоятельствах люди в тельняшках живут по принципу «сила, мужество и надежность». В нашей стране преемником ВДВ стали силы специальных операций. Они – одно из самых надежных звеньев в белорусской системе безопасности. Им подвластны все стихии – от воздушной до огненной. Десантники с честью выполняют свой воинский долг и продолжают традиции дедов и отцов. В Бобруйске праздник голубых беретов прошел у центральных мемориалов и в парках. Традиционно – солдатской кашей, песнями и воспоминаниями о героях. Их узнают по одежке, а выбитая когда-то аббревиатура ЗВДВ остается навсегда. Пусть со временем краски блекнут и уже другие покоряют небо. Цвет берета все тот же – голубой. Ведь недаром говорят – бывших десантников не бывает. Традиционно день десантников начался на площади Победы. В строю плечом к плечу. От седовласых воинов до молодых бойцов, недавно совершивших свой первый прыжок. Равнение на знамя под звуки военного оркестра, гимн Белоруссии и минута молчания. Как дань памяти погибшим бойцам в голубых беретах. Цветы и венки в честь того, кого с нами нет. Людей в тельняшках и беретах можно было встретить буквально повсюду. Счет на сотни. Встретиться с боевыми товарищами, вспомнить годы службы. Для каждого день ВДВ свой. Это наша жизнь, это молодость наша. Это самые лучшие годы. Сила, мужество, отвага. Для меня это праздник, можно сказать, профессиональный. Это день встречи с друзьями, с которыми служились, с которыми давно не виделись. С троем и нога в ногу, с речевками и песнями, широкой колонной десантники прошагали по улицам города. Одной из главных остановок в маршруте стал памятник воинам-интернационалистам. Ведь война в Афганистане – отдельная строка в истории. И первый опыт ведения операций и боев, приобретенный ценой тысяч жизней. ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить самую тяжелую задачу. Патриотическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения. Именно это считают своей обязанностью члены общественной организации – Бобруйский городской союз воинов-десантников. Более 400 бывших воинов под своим крылом он объединяет на протяжении двух лет. Мы популяризируем службу в вооруженных силах Республики Беларусь, в частности, в воздушно-десантных войсках и войсках специальных подразделений. Мы присутствуем, ходим в школах, проводим мероприятия вместе с администрацией школ, приютов. Приятным сюрпризом для десантников стало выступление группы «Каскад». Песни «Во славу» ВДВ были слышны далеко за пределами городского парка. На суше, в небе и в воде, как гран не нужен тем, кто служит ВДВ. Это третий состав легендарного коллектива, которому уже больше 40 лет. Впервые для Бобруйских голубых беретов музыканты выступили в 2014-м. В 89-ю годовщину вернулись снова. Мы решили, что нельзя такой общеизвестный, славный город Бобруйск обделяться своим вниманием. За всю историю существования воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу истории. Сотни прошли суровую школу службы, и не зря 2 августа стало всенародным праздником. Одни вспоминают молодость, другие, напротив, заглядывают в будущее. У каждого поколения миссия особенная. Но чтобы понять тайну десантного братства, нужно на себе испытать тяжелую, зачастую смертельно опасную службу в крылатой пехоте. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. Бобруйский союз десантников сегодня насчитывает 70 человек. Среди них 7 воинов, которые исполняли интернациональный долг. В день ВДВ мы пообщались с Олегом Кожакору, бобручанином, который 15 раз прошел через легендарный перевал Саланг, где проще простого было встретиться со смертью. И 15 раз он с ней разминулся. Олег Константинович, расскажите, какое здоровье должно быть у десантника? Ну, первая категория годности. Даже не первая, а высшая, по-моему, категория годности. Иначе в воздушно-десантные войска попасть это невозможно. В принципе, я в воздушно-десантные войска попал уже в Афганистане. До этого я призывался по спецнабору. У меня была спецподготовка 3 месяца на снайпера. Я в Афганистане был снайпер. Расскажите о годах службы. Ну, годы я выводил войска с Афганистана. И мне пришлось немножко раньше уехать, чем мои ребята. Потому что уже на территории Афганистана госпиталей не было. Меня вывозили уже в Союз. У меня было осколочное ранение и контузия. Поэтому пришлось это самое уезжать. А так, я скажу, служба – это служба. У нас называлась не служба, а работа. Потому что мы выполняли… Я служил в отдельной роте специального назначения. И мы выполняли задачи, которые, ну, как бы обыкновенные пехотенцы там или еще кто-то выполнить не могли. Например? Ну, например, это самое блокировать проход каравана, прочесать кишлак. Ну, вот такая была работа по этому самому. То есть, по большому счету, от ваших действий зависели жизни людей, да? Да, да. И очень много жизни зависели. Потому что даже когда мы прикрывали эту самую дорогу, по которой провозили продукты, медикаменты, топливо, то есть, если это не придет к нашим воинам, то они останутся без ничего, они будут голодные. Какой-нибудь случай, который вспоминается вам за годы работы вашей? Ну, случаев много. Были смешные, были курьезные. Всякие были случаи. Это мы работали в районе Саланга, по-моему. Да, в районе Саланга мы работали. Мы ушли в засаду. Должны были перекрыть караван. Но караван ушел другой тропой. А через этот пустили ложный караван. Ну, да, там было смешно, конечно. Мы остановили караван, начали его проверять. Нам пустые банки с подружок не везли просто-напросто. Ну, такое тоже бывало там. Ну, я скажу, что у меня из взвода, из 19 человек, 12 человек пришли домой. Все равно 7 человек. У нас, по-моему, 3 трехсотых было, но это раненые. А остальные ушли у нас грузом 200. В общей сложности сколько вы служили? Год и 8. Год и 8 месяцев. Да, у меня была спецподготовка на 3 месяца. Вот, когда все остальные учебные части были по полгода, у нас была спецподготовка 3 месяца в Тормезе. Вот, чисто меня готовили на снайпера. И что входило в ваши задачи? Обеспечение. Я был в отдельном взводе снайперов сначала. Мы работали по намеченным целям. А затем меня перебросили в роту спецназа. Я был личный командир снайперов взвода. То есть огневые точки душманов, типа ДШК, там где-то еще, или снайпера. Вот в мою задачу входило, но нужно было их обезвреживать. Войска ВДВ называют элитными войсками. Почему? Ну, потому что элита. Потому что никто, кроме нас. И там, где сам хуже всего, там войска ВДВ и войска спецназа. В официальной части празднований обычно поздравляют ветеранов, возлагают цветы, устраивают показательные выступления. А в неофициальной обычно ВДВшники купаются в фонтанах. Скажите, это правильно вообще или нет? Нет. Вы знаете, я вот уже 30 лет отмечаю этот праздник, да. Я за 30 лет никогда не влез в фонтан. Это, как бы я сказал бы, это просто неуважение к самому себе и к своим войскам. Это некрасиво. Зачем это надо? Кому это что-то показывать? Ты лучше покажи себя. Вот в следующем году будет 90 лет. Мы с ребятами так переговорили, решили, мы, может, сделаем показуху. Старую показуху, свою. То есть будем разбивать кирпичи не те, которые подпиренные, которые настоящие. Вот. Вот это может быть. Если, конечно, у нас это получится, мы не будем загадывать наперед, потому что это, как жизнь сложится, еще неизвестно. Вот. Поэтому мы, скорее всего, что, если все будет, как мы задумали, мы это сделаем. Вот тогда посмотрите, что такое настоящее ВДВ. Боевое братство, крылатая пехота, да. И вот что это за братство такое? Ну, это вы знаете, вот я вам скажу. У нас в Бобруйске есть союз десантников, да. Очень, ну, он считается Могилевской области, союз десантников. Вот. У нас очень много ребят, которые входят в этот союз. И у нас идет взаимопомощь очень большая. Это самое. У нас есть ребята, которые вот уже ветераны, вот, к которым мы с вами подходили. Он был прапорщиком в отдельном разведывательном батальоне. То есть человек прошел такое пекло, через которое, ну, не каждый бы мог прожить, выйти просто с этого пекла. Вот. И вы знаете, мы поддерживаем, у человека вот проблемы со здоровьем поддерживаем, помогаем им материально. И так, морально, где-то что-то. Ну, то есть братство должно быть братством. Друг за другом, каждому подать руку, который нуждается в этом. А как лично вы отмечаете праздник? Ну, вот мы сегодня, ну, я уже не сегодня, не только сегодня, это уже у меня заведено с покойным веком. Из всех, с кем мы встречались раньше, отмечали праздник. Мы остались вдвоем, с наших друзей. Некоторые умерли от рака, некоторые погибли в авариях. Ну, вот, у нас это заведено. Мы собираемся, садимся на машину и объезжаем полностью все кладбища своих друзей. Вот. А после этого уже там, ну, собираемся или у кого-то дома, или где-то в кафе. Посидели, помянули хлопцев, посидели, поговорили про жизнь. Ну, не видимся, потому что часто не получается встречаться. Вот. Поговорили про жизнь, у кого какие проблемы, помогли, если смогли друг другу. Вот так мы отмечаем праздник. Большое спасибо за интервью. Спасибо. Развитая инфраструктура, транспортная доступность и современный подход к строительству в городе дан старт продаж эксклюзивного дома в районе улицы Горького, 41. 132 комфортабельные квартиры с улучшенной планировкой, доступными ценами и выгодными вариантами приобретения. В 19-ти этажке в центре города продумано все до мелочей. Будущая супервысотка в престижном районе еще название и адреса не получила, но застройщики уже с уверенностью говорят. Для Бобруйска это эксклюзив. 19-ти этажка в сердце города строится с учетом современных требований и законов. Красивый фасад со стеклением балконов от пола до потолка, два антивандальных и бесшумных лифта, система видеонаблюдения снаружи и внутри и безбарьерная среда для людей с особенностями. Всего в доме будет 132 квартиры. Запланировано, что первый этаж здесь займут бизнесмены и коммерсанты. Для них предусмотрены помещения от 30 до 60 квадратных метров. Мы заранее уже предусмотрели отдельные входы в квартиры, возможность размещения рекламы перед входами. Поэтому можно приобретать сегодня как и жилую квартиру, с последующим выводом его в нежилое. Монолитная железобетонная плита, порядка 800 кубов бетона и больше 80 тонн арматуры. Фундамент здесь залили еще зимой, предварительно заменив грунт, чтобы дом не давал усадку. На сегодня первый этаж уже готов. Новый дом обещает быть очень теплым. При строительстве используют трехслойные панели со стенофлексом, производством мозырского ДСК. Они отшлифованы и зашпатлеваны в заводских условиях, а это значит, новоселы сразу же могут приступить к поклейке обоев. В лице перекрытия заложены штробы под отопление. Отопление у нас горизонтальное. Вот это у нас заложено во внутренней стеновой панели, кабель-каналы для электропроводки. На каждом этаже будет семь квартир. Однокомнатная – 48 квадратных метров, двушка – 62, трешка – 81 квадрат. Добротная металлическая дверь, стеклопакеты с детскими замками, поквартирный учет тепловой энергии. Планировка будет отличаться от тех, что в старых домах. Кухня все-таки важна для хозяйки. Она будет 10 квадратных метров. То есть это улучшенные планировки кухни идет стандарт в районе 7,5-8 квадратных метров. Ну, к примеру, с однокомнатных квартир у нас выход на балкон, в том числе с кухни. Кухня в данной планировке имеет квадратную форму, что позволяет более предусмотреть какую-то мебель по индивидуальному заказу и как-то обыграть эту планировку. Старт продаж уже дан. Квартиры реализуют поэтапно. Первые 30 по более выгодным условиям – 1100 белорусских рублей за квадратный метр. На сегодня уже заключено более 20 договоров. К слову, приобрести квартиру можно по уникальной банковской программе. Льготный кредит предоставляется вплоть до 90% от стоимости жилья. Допустим, стоимость будет 50 тысяч белорусских рублей. Первый год ставка 9% годовых. Соответственно, кредитополучатель будет платить только 300 рублей. Наши 12 месяцев прошли, начинается уже ставка 14,5% годовых. Закончился период, скажем так, льготный – 18 месяцев. Ставка уже стала полная – 14,5%. Платеж по кредиту клиента будет составлять 649 белорусских рублей. Возле дома планируется оборудовать парковочные места, въезды и выезды, детские игровые комплексы. Ключи от заветных квартир Новоселы получат в марте. По генеральному плану развития центральной части города здесь построят три таких высотных дома. Так что вскоре здесь вырастет целый эксклюзивный жилой комплекс. Гонка вооружений. В США официально вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Помощь с неба. В Сибири распространение пожаров удалось снизить в пять раз. И немного свободы. В Саудовской Аравии женщины наконец смогут путешествовать самостоятельно. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. США официально вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон мотивировал свои действия тем, что Москва нарушает положение ключевого для европейской безопасности соглашения. И тем, что Китай, который обладает соответствующим военным потенциалом, не принимает в договоре участие. Стало известно, что Пентагон готовится испытать новую крылатую ракету, ранее запрещенную договором. В Москве уже заявили о готовности к ответным действиям и размещению своих ракет ближе к границам США. Генсек ООН назвал ситуацию потери препятствия перед ядерной войной. В Мехико более 2000 человек покинули свои дома из-за утечки газа. Причина случившегося, скорее всего, нелегальная врезка в газопровод. Сейчас уже удалось взять ситуацию под контроль. Пострадавших нет. Напомним, по этой причине в январе прогремел мощный взрыв. Тогда погибли более 100 человек. 113 тысяч гектаров леса без огня. В Сибири распространение пожаров удалось снизить в пять раз. Самолеты Минобороны России совершили более сотни вылетов в труднодоступные районы и потушили более 80 крупных очагов. Тем временем эксперты подсчитывают ущерб от разгула огненной стихии в тайге. Сумма уже превысила 2,5 миллиарда российских рублей. Соединенное Королевство выделит еще 2 миллиона фунтов на подготовку к жесткому Brexit. На такие меры решительно настроен премьер-министр. Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС до 31 октября. Жесткий развод может обернуться перебоями в поставках лекарств и других важных товаров, а также очередями на переправе через Ла-Манш. Деньги пойдут как раз на то, чтобы избежать этого. Медикаменты накопят дополнительный персонал обучек. Таким образом, общие траты, выделенные в этом году на подготовку к Brexit, достигли 6 миллиардов фунтов. С 1 сентября Вашингтон ведет дополнительные пошлины в 10% на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов. Новые сборы затронут все оставшиеся товары китайского импорта. Среди них игрушки для детей, одежда, обувь, электронные гаджеты и даже подгузники. Это не считая старых 25-процентных пошлин. Такое решение было принято Трампом после 12-го раунда переговоров между США и Китаем, которые прошли впустую. Вашингтон и дальше будет продолжать подобную практику до тех пор, пока страны не заключат торговую сделку. Новая встреча должна пройти в начале осени. В Саудовской Аравии принято изменение в ряд законов. Теперь жительницы королевства смогут самостоятельно получать паспорта для заграничных поездок. До этого они обязаны были получать разрешение от опекунов мужчин, мужа, отца или брата. Также с принятием изменений в законы женщины могут наряду с мужчинами регистрировать новорожденных и становиться опекунами для несовершеннолетних детей. Женщинам также позволили оформлять свидетельства о рождении, браке и разводе. Правда, выйти замуж или начать жить самостоятельно без разрешения у них пока так и не получится. Железнодорожники Когда в эксплуатацию вступила главная магистраль – Смоленск, Орша, Минск, Брест. Для многих жителей нашей страны ЖД-транспорт – это один из наиболее комфортных, надежных и доступных вариантов путешествий. Сегодня БелЖД занимает лидирующие позиции на национальном рынке транспортных услуг. Ежегодно составы и поезда перевозят более 140 миллионов тонн грузов и 90 миллионов пассажиров. А что представляет собой железнодорожный узел Бобруйска? Сколько пассажиров и грузов проходит через наш город? А самое главное – когда работники до самого надежного транспорта отмечают свой праздник? Расскажем прямо сейчас. Белорусская железная дорога имеет богатое прошлое. Она повидала императоров, революционеров и известных писателей. С середины 19 века и до наших дней инфраструктура и подвижные составы стальных артерий изменились. Но неизменными остаются золотые правила железнодорожников – точность, надежность и безопасность. Прогресс развивается. Мы стараемся. Все самое лучшее. Самое главное – то, что удобно пассажиру внедрать у себя, чтобы он мог даже, скажем так, на удаленном видеть, в каком состоянии в режиме онлайн оценить и выбрать ту перевозку или то направление и ту услугу на железной дороге, которая ему будет самая удобная, самая комфортная. Ну и по цене тоже немаловажная. Стальные артерии в городе – это четыре станции. Березина, Шинная, Красный Брод и Бобруйск. Последняя относится к первому классу и располагает 11 путями. Перевозочный процесс обеспечивает 185 человек – маневровые диспетчеры, дежурные операторы, составители поездов, приема с датчики, товарные и билетные кассиры. В какого часа хотите ехать с Бобруйском? Алла Шувыкина пошла по стопам бабушки и мамы, а теперь на железной дороге трудятся ее дети. Билетный кассир в третьем поколении работает на вокзале больше 30 лет. Алла найдет подход к самому требовательному пассажиру и подскажет удобные маршруты для путешествия. Тем более, что география направлений сегодня в прямом смысле слова – безграничная. Маяка специализирована, она работает на международном направлении. Наиболее востребованная для нас – это Польша, это Тересполь-Варшава. Наши пассажиры пользуются очень хорошо этим направлением. Также мы можем оформлять билеты Берлин, Прага, Ницца, Варна. Сам вокзал за долгую историю очень изменился. Усовершенствовались и технические возможности, и программное обеспечение. Кроме обычного расписания, есть электронные табло, информационно-справочный терминал. Не прибегая к помощи третьего лица, можно узнать любые сведения о поезде. А на смену кассам для пригородных поездов приходят платежно-справочные терминалы. Во время ожидания наш вокзал предоставляет такие услуги, как мини-кафе, автомат горячих напитков, телевизор в зале ожидания, автоматические камеры хранения с возможностью использования зарядки мобильных устройств. Чугунка – решающий фактор вовлечения белорусской экономики во всероссийские, европейские и даже китайские рыночные процессы. Специализированные поезда, такие как «Викинг», «Зубр», «Казахстанский», «Монгольский» и «Восточный вектор» соединяют все предприятия континента в единое целое. Транспортный узел нашего города обеспечивает работу более 200 предприятий, которые по железке отправляют на экспорт свою продукцию и привозят сырье. Ежедневно через станцию «Бобруйск» проходит более 16 пар пассажирских поездов и 32 пары грузовых составов. Сергей Журавков о профессии железнодорожника мечтал с детства. Устроился на БелЖД после учебы и службы в армии. Сегодня за плечами внушительный багаж знаний, ведь машинисту тепловоза нужно разбираться и в технике, и в электронике, а еще иметь отменное здоровье, примерно такое же, как у летчика. «Мы проходим велоэргометр, носим холтер, смат, велоэргометр, крутим велосипед, проверяет работу сердца под нагрузкой. Также на кресле нас крутят, проверяют вестибулярный аппарат. Вот по сравнению, почти как летчик истребитель». От маневров локомотивной бригады зависит погрузка и выгрузка вагонов, чтобы состав дошел ровно в срок до пункта назначения Сергей с напарником трудится и день и ночь. «Суставитель, он соединяет рукава, говорит мне разрывы, то есть он мной командует». «Он мои глаза и уши, ночью особенно. Я же, когда ночью еду, я же не вижу ничего впереди. Это сейчас два вагона, а мы же и 20, и 30 вперед толкаем». Многие из тех, кто носит синие кители, отметят свой профессиональный праздник на рабочем месте. Ведь жизнь на железной дороге не замирает ни на минуту, требует большой внимательности и самоотдачи, чтобы весь механизм большой транспортной артерии работал бесперебойно на благо всей страны, города и каждого пассажира. Всех железнодорожников Бобруйска поздравить с наступающим праздником, пожелать крепкого-крепкого здоровья, благополучия всеми, чтобы было все хорошо. Ну и чтобы все мечты, которые люди о чем-то мечтают, обязательно о них сбывались. Праздник праздником, а поезда по расписанию. Елена Кутузова, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Увидимся в следующую субботу, как всегда, ровно в 7 вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok